Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд. У нас долго шли дожди. Едем в лес, где много очень грязи. У нас сегодня такой интересный автомобиль ГАЗ-69 на больших тапках. Поэтому вам приятного просмотра. А мы едем. ГАЗ-69, сзади заварка, 35-е колеса. Все, что можно о нем сказать. Единственное, что он жесткий. Дорога будет пролегать вдоль реки Урал у нас. Я уже сказал, что было очень много дождей. Обещали, вот буквально прям полчаса должен быть еще дождь. Поэтому какая дорога будет, мы не знаем. Но, в принципе, посмотрите вперед. Дорога должна быть интересной. Начинается маршрут. Здесь сейчас ребята поедут. Дальше у нас там будет диагональная вывешивания тоже с грязью. Первый участник на УАЗе. Сзади заварка. На 35-х тапках. Вообще огонь тачка. Огонь. Стоковый НИВАЗ на карбюраторе МТ. Никаких блокировок у нас. Ничего сегодня нет. Андрюха, красавца. Турбо НИВА на МТ. Сзади заварка. Про этот автомобиль пока ничего не знаю. Лебедочка стоит. Клиренс хороший. Карбюраторный НИВАЗ на Сафаряк. Шеви НИВА на стоковых колесах. Стоковый НИВАЗ новый. 8 тысяч пробегов. Тоже стоковый НИВАЗ. Дифференциалы повышенного трения завода. Новые участники у нас. Паджерик. Вот там и большая разница в шинах. Трассовые колеса. Как я и говорил, у меня есть видео, когда я ездил в Башкирию к Денису, и там грунт-песок. Там застрять было негде. У нас в Оренбургской области грунт вот такой скользкий. То есть на нем даже тронуться невозможно. Вот он пытается уйти влево, и не получается. То есть ты поедешь домой? Да, наверное. А может все-таки попробуем? Чаще присяду однозначно. Да у машины есть, что боишься? Давай поехали вперед. Хотел сквозануть. Ну хотя, как видите, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Нива Бронта. Тяжелые условия для АТ-шки. На МТ-хе ребята проехали намного интереснее. Короче, мы с этой колеи на АТ-шке выехать вообще никак не можем. Просто не едет. Выехать тоже не можем. Очень скользко. И вот дошли до следующей локации. Очень много заваленных деревьев. Очень много грязи. И как видите, такая же классная. Так что мы освободили. Едем до следующей локации. Есть там одна локация. Мы здесь катались... Ну, я лично и скатался год назад. Очень интересная локация. Там такие диагонали. Посмотрим, как машина отработает. Потому что, как видите, подготовка машин у всех совершенно разная. У кого-то заварки, у кого-то самоблоки, у кого-то лифт, у кого-то лифта нет. Короче, интересно посмотреть. Поэтому оставайтесь. Не забывайте подписаться. Вот тачка огонь, а! Просто огонь! Вот приехал человек. Увидел в Телеграме то, что мы собираемся. Настолько вы у меня в Васике приехали. Говорит, а много-то вас смотрю. Ребята у нас заблудились. Я его попросил. Он съездил. Нашел людей, которые заблудились. Молодец. Телеграм-канал Нива 007. Там выкладываем всю информацию по нашим сборам. Вот такой у меня у Вас интересный. Пятидверочка в рапторе. С подсылочками. Со всеми делами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Поехали. Очень скотко. Есть определенная колейность. Но в Азии идем спокойно. Сзади у нас еще четыре автомобиля Конечно, непривычно ехать без крыши Ветки постоянно дают тебе напоминать об этом, да? Что крыши нет у нас Сейчас впереди ребята по рации сказали Давай вправе, наверное, попробуем Потихонечку Мы никуда не торопимся, посмотрим Да, слушай, огонь, огонь тачка Давай посмотрим, ребята, как-то Ага, на, они левее Поехали, они Ага, поехали, поехали О, стаскивайте Чтобы снять для вас интересные моменты Ох-ох-ох-ох Все, езжай Турбо-неваз Ух ты, по фарам Ай-яй-яй, мои короткие сапоги Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я Воздухозаборник, хотя у тревелов он выше, а у тридцать первых, двадцать первых воздухозаборник прямо под фарой находится. Есть возможность капнуть воды. Вот, 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 вот. Если быстрее вы поедете, то можно получить гидроудар. Во-первых, вода попадет в воздухозаборник через фильтр и в цилиндры. И получается у вас гидроудар. Тридцать пятые тапки. Здоровенный. Вес УАЗа, я думаю, что не больше тонны. Как такой хороший квадроцикл получается. Вообще огонь тачка. Конечно, зимой не покатаешься, но вот для таких выездов вообще огонь. Не надо, не надо потихоньку. О-о-о, вот это опасно, очень опасно. Водители, владельцы поджериков пешком пришли. Где ваши тачки, парни? Машины еще не подготовлены. А, не подготовлены машины? Готовятся. Готовятся. Давайте, поднимайте. Вон это, не вас едет. Сзади на бампер вставайте. Здесь глубоко. Видите, в воде. Хотя у тебя воздухозаборный. Это верхняя точка, что ли? Вот. Вот отсюда, правильно? Да, да, да. Вот, верхняя. И то, видишь, как. Все, вытирай. Фильтр пока убирай. И поехали дальше. Все, фильтр мы вытащили. Без фильтра пока. Потихонечку. Не торопись. Не торопись потихоньку. Потихоньку. Нормально. Вот сейчас нормально проехал. Нормально. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Не надо. Ой, 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 ой. Нормально. Продолжительное время шли дожди. Я ожидал, что будет намного хуже. Но, к сожалению, нет. Воскресные покатухи наши будут пролегать через этот лес. Сейчас мы будем выезжать на берег Урала. И будет маршрут опять через лес. И выйдем уже в другой населенном пункте. Много участников. И люди растягиваются. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Поехали. Потихоньку. 31-й не вас. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Не спеши. Не спеши. Отлично. Отлично, отлично. Отлично. Двигаемся на Невасе. Встали на бампер. Потому что идти, если пешком, проблематично будет. Вот такие грязевые у нас. Давай потихоньку, а то меня сейчас... Сейчас мы с вами будем выезжать уже на пляж Урала. Вот, видите, товарищи в беде не бросают. Остановились, подождали нас. Молодцы, парни, молодцы. Дело записываю. В конце августа. Ну, как в конце? 19 августа, 18 августа примерно. Во всех регионах идут сильные дожди. Вот, лета, в принципе, почти, ребята, и не было. Дожди прям, конечно, достали. Но для нас, кто владеет автомобилями с полным приводом, это очень интересно. Есть возможность лишний раз покататься, проверить свои автомобили, как себя ведут. Очередная вода, лужа. И здесь у нас уже сбор точки. Всех здесь дожидаемся, трогаемся. Ты или ты проедешь? Не знаю, нет, наверное. Нет, бревна. Ну да, бревна. Пробег у тебя новый же, да? Да, 7700. 7700. Это у нас не белая, не его travel, тоже около 8. Вот за 7000, какие впечатления? Положительные минус шрузы, левые полетел. Новые? Ну, внутренние, да. Там говорят драк. А так все, в принципе, нормально, да? Есть, да. Мотора, в принципе, хватает. Блокировал. Да, можно сказать, пока хватает. Да, по шуму тоже она совершенно другая, я смотрю. Намного тише, чем у меня до 321-31. Сейчас куда едем? Мы сейчас возвращаемся по этой дороге. Потом направо по-моему надо ходить, да? На развилке направо, на первую. Вот на первой? Да. Вот по низу. Ну, может здесь, да? Да, и там будет подъемчик интересный, да? Вот, должно быть. Подъемчик что дает сейчас будет? Ну, давайте. Короче, мы сейчас едем обратно, потому что приехали на Урал, другой дороги у нас нет. Нужно доехать до развилки и уже свернуть направо.